В этом году система железнодорожного здравоохранения отмечает 170-летие своей успешной работы. Сегодня УАО РЖД единственная компания, сохранившая производственную медицину как научно-организованную структуру. А вот история медицины на Октябрьской магистрали начинается с лазарета на станции Балагоя. Об этом нашей съемочной группе рассказала главный врач Негосударственного учреждения здравоохранения узловой поликлиники на станции Балагоя УАО РЖД Людмила Николаевна Цветкова. Железнодорожная больница, наша железнодорожная больница, это старейшая железнодорожная больница в России. Первая больница, которая была построена на сети дорог, и она была построена с началом строительства Николаевской железной дороги. В 1844 году император Николай I утвердил порядок предоставления прав действительной службы врача 10 лазаретов, устроенных для оказания медицинской помощи строителям железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Одним из интересных исторических фактов является и то, что в течение года из лазарета на 10 койк была построена и оснащена железнодорожная больница. А во времена Великой Отечественной войны она работала как военный госпиталь. Есть книга, изданная небольшим тиражом, которая называется «Октябрьская фронтовая». Там очень хорошо описано о Балагурском узле, о том, что он во время войны сюда переводился частично под отдел управления дороги, Санкт-Петербургское управление дороги и врачебно-санитарная служба. В структуру узловой поликлиники на станции Балагоя входит поликлиника, где ведут прием высококвалифицированные специалисты, клиника-диагностическое подразделение, в которое входит рентген-кабинет, флюорографическое исследование, эндоскопия, кабинет УЗИ. Ведут свою работу и функциональная диагностика, дневной стационар на 30 койк, процедурный кабинет, лаборатория психофизического обеспечения, есть и оперблок. Поликлиника обслуживает более 11 тысяч человек, которые 85% составляет железнодорожный контингент. Основное направление работы в ведомственном учреждении – обеспечение медицинской составляющей безопасности движения поездов, куда входят обязательные медицинские осмотры сотрудников железнодорожного узла на станции Балагоя. И хочется напомнить, что в этом году системе железнодорожного здравоохранения исполняется 170 лет. И, конечно же, основным достижением узловой поликлиники на станции Балагоя ОАО «РЖД» является его сплоченный коллектив – опытнейшие врачи и медицинские сестры в совершенстве владеющей своей профессией. Я работала хирургом в зеленом стационаре, но в течение 7 лет работаю руководителем. Поскольку накрыли отделение хирургическое, так бы я из хирургии не ушла. И такие у нас, например, сырых у нас, да, Короля Дмитриевна и Андрей Иванович, да? Короля Дмитриевна, вообще у нас 35 лет тоже будут, мы с ней вместе учились, как она работает цеховым терапевтом локомотивного депо. Это очень ответственный участок работы, это очень такая сложная и напряженная она. Она же мама для этого депо стала у нас, в принципе. Мне Дмитриевна Арсеньева 35 лет. У нас доктора-то все, Кузнецова Евгения Николаевна, вот терапевты, Румянцева Ирина Сергеевна, они к 40 годам вообще работают. Ну, в принципе, вот, работают. Да, Хно, 35 лет, это у нас доктор-гинеколог Валентина Иосифовна. Вот, стоматологи у нас, вот, Клацун Идвига Андреевна тоже самое, она где-то к 40 годам тоже работает. Ну, во всяком случае, все вот, у нас очень хороший коллектив, и мне очень хочется пожелать, конечно, чтобы наше учреждение оставалось стабильным, развивалось в дальнейшем. На это надеемся.